Привет всем, кто заглянул на мой канал. Очень давно я не снимала видео, посвященных своим косметическим покупкам. В прошлом году, в конце прошлого года, я не могла этого сделать по той причине, что, как я уже отмечала, мы получили ключи от нашей квартиры. От новой она в черновой отделке была и начался ремонт, деньги полились рекой, приходилось экономить на всем. И я по максимуму отказывала себе во всяческих покупках, пополнениях запасов. Единственное, от чего не отказалась, это от заказов компании Avon. Прекратила заказы в компании Froshe, которые я раньше делала практически каждый месяц, а то и два раза в месяц. И вот в январе уже ремонт наш практически подошел к завершению. Муж посмотрел, сколько пустых баночек я насобирала, сколько мы выкинули и как бы дал мне добро так немножко разгуляться. Поэтому вот это видео я хочу посвятить своим покупкам. Для меня это просто, можно сказать, оторвалось по полной. И начнем давайте с магазина Лента. В магазине Лента проходила такая отличная акция. Они снизили цены, причем чуть ли не в половину, на подарочные наборы, которые к ним завезли перед Новым годом. Я посмотрела, подумала о том, что не за горами 23 февраля и 8 марта. И решила вот прикупить про запас такие наборчики, которые меня очень и очень выручат. Значит, начну я вот с такого набора. Это тролли. Сюда входит детский шампунь для легкого расчесывания и детская гель-пена для душа. Ничего не смогу сказать про шампунь, не пробовали, но только что буквально у дочки закончилась вот такая гель-пена для душа. Пахнет свежей мякотью банана. Очень таким сочным, классный гель, нам очень понравился. И этот подарок я подарю своей крестнице. Вышел мне этот набор в 150 рублей с копейками. Дальше. По 68 рублей я взяла два вот таких геля от Палмалев. Это новинки. Ну, не так давно они появились в линейке Палмалев Натюрель. Это ежевика мягкая и свежая и мягкий и сладкий персик. По поводу ежевики, однозначно этот гель уходит на подарки. А по поводу персика, ну так хомяк мой просит оставить его в свои запасы, потому что такого геля для душа в моей коллекции нет. Дальше. Также от Палмалев за 150 рублей я взяла вот такую косметичку. Сюда в набор входит Палмалев Роскошь масел с авокадо и ирисом, мочалка и вот такая красивая золотая косметичка. Не знаю, по-моему, на мой взгляд, просто шикарная цена. Я с удовольствием такие подарочки делаю учителям, учителям своего сына. Он учится в двух школах, у него достаточно много учителей. Я дополняю такие презенты, коробочка небольших шоколадных конфет. И выходит очень-очень выгодно, бюджетно и мне приятно. И я надеюсь им тоже. Следующий набор от ФАМ. Это роскошный уход для вашей красоты. Сюда входит гель для душа, аромат золотого ириса, ледовый крем и дезодорант аромат орхидеи и фиалки. Этот набор стоил всего 112 рублей. Так, еще один подарок, который я взяла уже себе точно. Это бархатные ручки Энергия Асайи. Сюда входит крем Энергия Асайи с ценным маслом. И ночной крем для рук. Тут что-то объем не обозначен. Ага, вот 72 миллилитра это объем дневного крема и 45 миллилитров это объем ночного крема. В общем, этот точно я оставляю себе и буду сама его использовать. Так, по подаркам это все. Теперь единичные такие покупки. За 143 рубля взяла вот такую гель-пену для бритья от Жилет. Это у меня будет, скорее всего, подарок на 23 февраля кому-нибудь из мужчин. За 60, не буду обманывать, до рубля не помню. Я помню, что 60, то ли 66, то ли 68 рублей я взяла шампунь от Палмолив. Свежесть и объем. Это шампунь и кондиционер 2 в 1 с зеленым яблуком и цитрусом. Для жирных и нормальных волос. В общем, я этот шампунь один раз уже попробовала. Я планировала его использовать отдельно, как обычный шампунь. Но он дико иссушил мне волосы. И я решила, что буду его использовать для смывки масел и масляных масок. Вот что приятно у него, так это аромат. Пахнет зеленым яблочком. В районе 70 рублей, может чуть больше, стоил вот такой фреш-крем для тела от Натура Сибирика, линейка Crazy Animals. Содержит свежую медвежью ягоду, сочную сахалинскую клюкву, дикую таежную бруснику и вулканическую голубику. Сейчас попробую открыть. Вот так он выглядит. Прям баттер такой, насыщенная текстура у него. И очень приятный аромат ягод. Классный вообще. Дальше. За 76 рублей. Зубная паста от Президент. Это зубная паста с натуральными частицами маракуйи для бережного очищения. В общем, очень интересно. Никогда у меня подобной пасты не было. Поэтому будет очень интересно его попробовать. В районе где-то 80 рублей я взяла кондиционер от чистой леднии. Интенсивное увлажнение с клубникой и миндальным молочком. Приятный, очень сливочный такой клубничный аромат. В районе 70 рублей. Опять же, точно не скажу. Вот буквально один из последних моих походов в ленту. Я взяла мыло от Палмолев. Это единственное мыло, которое я в линейке Палмолев не пробовала. Это антибактериальное жидкое мыло. Не совсем осталось довольна им, потому что когда открутила и попробовала, как-то аромат не впечатлил. У Палмолев бывает и лучше. Так, дальше. Тоже по очень выгодной цене. Где-то рублей 60-70. Была на него акция. Это малиновая скраб вареницы для тела. Из линейки гостинцы Агафьи. Протертые сахаром ягоды лесной малины. В общем, это не первое средство из этой линейки от Агафьи, которые я беру. И вот два я брала и использовала эту маску для волос. И скраб антицеллюлитный. Очень мне понравилось. Так что я с удовольствием теперь попробую вот такой вот скраб. Так, ну и последнее, что покажу из магазина ленты, это маски. Очень выгодные цены были. Во-первых, маски от Монтаж Женес по 45-46 рублей. Где-то вот так. Во-первых, вот такая маска Спа с чайным деревом. Это тканевая маска, как я понимаю. Дальше идут уже кремовые. Грязевая маска с маслом органы. Глубоко очищает и восстанавливает текстуру кожи. Подходит для комбинированной кожи. Следующая маска это маска сауна. Горячий источник. Отшелушивающая и питательная. И ультраглубокое очищение пор, минералы мертвого в море. И еще вот такие две масочки корейские. Это Косима фирма. Они стоили вообще где-то в районе 34-35 рублей. Первая это эластичность и коррекция овала лица с коллагеном и гиалуроновой кислотой. А вторая это маска с алоэ и гиалуроновой кислотой, увлажняющая и успокаивающая. Так, пододвинула я, чтобы не мешалось. Дальше пройдемся по магазину. Окей, немного. Вот такой крем для рук и молочко для тела. От 100 рецептов красоты. 7 масел. Приятно пахнет ванилью. Очень легкая консистенция и быстро впитывается. Сколько стоило, вот уже не вспомню. Так, шампунь. Тоже был по очень выгодной цене от Гриньер. Это тройное восстановление шампунь-масла. Объем здесь 400 мл. Ну, где-то рублей 140. Нет, или 114. Ну, как-то было очень выгодно, на мой взгляд. Поэтому и взяла. Дальше. И взяла еще по акции. Тоже не могу вспомнить. Вот почему-то из океа цены. Это бальзамчик от чистой линии. Сила пяти трав. Объем здесь 230 мл. Очень нежно пахнет весенними цветами. Вообще обалденный аромат. Заходила я в Organic Shop. И там я прикупила себе 4 баночки. Ну, так, конечно, немного. Во-первых, я взяла маску для волос. Двойное очищение. Биомаска для волос и кожи головы везет же некоторым. С голубой глиной и розовой солью. Сейчас постараюсь показать, как выглядит. Почему она такая голубенькая и с красными вкраплениями. Ну, видимо, это соль. Пахнет на абрикосовом компоте. Классно. Дальше взяла и уже активно использую. Это подтягивающий крем для груди. Миссия выполнима 2. С цветами нарцисса, шелковым маслом, органическим экстрактом асмантуса. Такой он розовенький. Очень легкий. Прям вот крем-гель. Очень мне нравится. Пахнет чем-то цветочным. Следующая покупка не очень на меня порадовала. Тоже один раз я уже попробовала. Это ночная смена. Ночная восстанавливающая маска для лица. С натуральным маслом примула вечерней и натуральным экстрактом дамасской розы. Так-то цвет красивый и пахнет приятно. Вот она такая розовенькая. И пахнет она действительно розой. Но здесь, значит, следующий способ ее применения. Ее нужно наносить на ночь тонким слоем. В общем, если наносить ее как крем до полного впитывания, я считаю, смысла нет. Это тогда получается не маска больше, а крем. А если наносить как маска, ну, с липким лицом ложиться ночью спать, как-то мне тоже не очень понравилось. Вот два раза я ее использовала. Ну, купила, буду использовать. Куда деваться. Так, и еще поп-арт. Это натуральный антицеллюлитный крем лифтинг для тела с экстрактом можжевельника и натуральным маслом герани. Он такой зелененький. И пахнет он... Девочки, мне кажется, он пахнет тархуном. Прямо лимонад-тархун. Вот. На мой нюх. Так, с органик шоп. Все. Еще я заходила в магазин для парикмахеров специализированный. И там по акции за 199 рублей я прикупила вот такие лунные капли глянца от Next Professional. Ночной дозор, экспресс, ламинирование и кератинизация волос. В общем, у меня буквально недавно закончилось подобное средство. Там были, правда, капли янтаря. Здесь тоже такой хороший состав. Здесь и масло оливы, и масло органы, и кокосовое масло, и масло ши, миндаля. В общем, я люблю такие средства подобные от Next. И наношу их перед, на влажные волосы, перед укладкой. Дальше. Магазин Magnit Cosmetics. Нашла я там свои любимые шампуни от UltraDum. Точнее, один шампунь, который я не пробовала. Это шампунь увлажнения с алоей и растительным молочком. Объем 400 мл. Аромат приятный. Такой какой-то ванильный, что ли. Дальше. И еще два средства от UltraDum. Это уже бальзамы. Жизненная сила Прованса с эфирным маслом розмарины и листьями оливы. И эфирное масло лаванды и роза Грасса. Вот ни то, ни другое средство не пробовала. И у меня, правда, нет в комплект к ним таких же шампуней. Но буду использовать, например, вот это алоэ и лаванду. Как-то комбинировать, в общем. Потому что их уже сняли с производства. И найти их продажи, это очень-очень большая редкость. За 95 рублей, никак я не могла пройти мимо, можно было приобрести сразу два дезодоранта роликовых от ФА. В общем, там была акция на, по-моему, всю линейку ФА. В общем, разгуляться было где. Можно было купить два геля для душ по цене одного, два дезодоранта по цене одного. В общем, у меня просто большое количество сейчас в запасах гелий. Я ограничиваю себя в покупках именно гелий. Для душа надо бы использовать и подрастрясти то, что есть. Вот. А дезодоранты взяла с удовольствием. Потому что один дезодорант вышел мне буквально в 47 рублей. Мне кажется, это очень-очень выгодно. Давно у меня не было дезодорантов от ФА, но вот у меня будет такая возможность их попробовать. Один из них идет с свежим ароматом жасмина, а другой с ароматом сирени. В общем, понюхала я и тот, и другой. Нежный, тонкий, цветочный аромат. И, думаю, мне понравится. Ну, надеюсь, по крайней мере, на это. Так, еще я взяла бальзам от 100 рецептов красоты. И это бальзам для волос имбирный против перхоти с лимоном, имбирем, маслом мяты и фисташек. Очень прикольно он пахнет, мне понравилось. К сожалению, вот шампуня такого я в продаже встретить что-то пока в наших магазинах никак не могу. Хотелось бы попробовать их в комплексе, но боюсь, что придется использовать бальзам отдельно с каким-нибудь другим шампунем. Да, внешнюю свою хотелку исполнила эта маска для волос от одной из моих любимых компаний Эко-лаборатории. Эта маска активизирует рост волос, содержит активные ингредиенты, органическое масло ши, экстракт мыльного ореха и масло какао. Стоит она в магните косметик где-то 260 или 270 рублей, но я брала ее с 20% скидкой в день, когда у них идет акция 15 числа. Так, еще взяла вот такой вот крем для рук белоручка, испанское свидание с маслом виноградное, нет, масло косточек граната, масло оливы и витамины Е, В3 и В9. Очень прикольно пахнет. Вообще, очень приятно, классный вообще крем. И очень нравится, как он оформлен. Так, и еще по акции я прикупила тушь. Стоила она где-то 260 рублей. Это Maybelline Colossal Big Shot. Сейчас покажу щеточку. Я думала, она больше, нет, она не такая большая. Не знаю, еще не пробовала, как она себя поведет. Это такая новинка у них, по-моему, не так давно она вышла в компанию Maybelline. Так, далее по магнит-косметик это все, по-моему. Заходила я в Литуаль и там я целенаправленно шла, искала подводку от Maybelline, чтобы она была желательна по акции. Мне повезло. Я взяла вот такую подводку. Это мастер прессискерл, если я правильно читаю. Такая она необычная, не совсем обычная. И с вот таким наконечником. В общем, можно как тонкие стрелки рисовать, я уже попробовала. Очень удобно, кстати, на удивление. Так и потолще. Быстро высыхает достаточно. Мне понравилось. Стоила она мне где-то в районе 330 или 340 рублей по акции. Так, еще из небольших таких единичных покупок вчера в магазине Лента я приобрела по акции вот такую пену для бритья. Это сатинки Violet Swirl, если я правильно читаю. Он такого приятного фиолетового цвета. Пахнет цветами. В общем, обычно его стоимость варьируется где-то в районе 320 рублей у нас в среднем по городу. Здесь же он мне обошелся в 255 рублей, поэтому не смогла пройти мимо никак. Так, тем более у меня сейчас закончился мой гель для бритья. Так, зашла я еще в один магазинчик. У него очень широкий ассортимент, но там очень мало бывает акций. Зато там можно встретить то, что не найдешь в таких больших сетевых магазинах. И прошлась я по продукции компании Эко-лабораторий. Во-первых, за 140 рублей я взяла тоник для лица, увлажняющий для сухой и чувствительной кожи. Дальше. Антицеллюлитный крем с маслом зеленого кофе, экстрактом гуарана и маслом апельсина. Сейчас покажу, как он выглядит. Я уже не удержалась. Вскрыла его, он был зафольгирован. Вот такой он, с небольшой зеленцой. Вот такой он, средний, не слишком жирный и не слишком легкий. Пахнет мятой. Да, мятой пахнет. Так, и еще я взяла за 110 рублей крем-маску для рук, также Эко-лаборатория. С органическим маслом авокадо, протеинами кашемира и фисташковым маслом. Так, вот здесь приклеено, по-моему. Так, и для ног. Охлаждающий гель с органическим экстрактом розмарина, ментолом, экстрактом эвкалипта и можжевельника. Дальше магазин, карусель. Во-первых, взяла себе вот такую маску. Это у нас золотой шелк, реанимация волос, реактивный комплекс шелкосил. В общем, богатый тут очень состав. Пептиды, кератина, и протеины шелка, и протеины молока. И еще здесь, по-моему, мне обещали, по-моему, женьшень. Вот экстракт женьшени, стручкового перца и хмеля. Я взяла эту маску не для того, чтобы ее использовать как обычную маску, а напитывать ее маслом и вот под шапочку, чтобы стимулировать рост волос. В общем, один раз я ее попробовала, не очень мне понравился эффект. Как-то вот разогревающего эффекта вообще никакого от нее. Ну, я думаю, допользую ее. В таком ракурсе стоила она где-то 120 рублей. Так, и еще была акция, опять же, на компанию Эколаборатория. Это были шампуни и бальзамы от этой фирмы. И я, конечно же, взяла за 159 рублей, во-первых, вот такой шампунь. Это Макадамия СПА. Объем и глубокое восстановление для тонких и ломких волос. И такой же бальзам. Далее, магазин 7 дней. Очень мне понравилось, что последнее время в него стали завозить продукцию от Organic Kitchen. И эта продукция выходит там рублей на 10 где-то дешевле, чем в официальном магазине Organic Shop. Поэтому я зашла и купила следующие продукты от Organic Kitchen. Во-первых, вот такую умывалку шоколадный маффин, питательный гель для умывания с органическим белым шоколадом и свежее кокосовое молочко. Питательный крем для рук Акуна Банана с органическим колумбийским бананом и свежим мангом. Сейчас покажу его. Такого красивого желтого цвета. И обалденным ароматом. Вообще, аромат просто потрясающий. Так, и практически такой же аромат. Это банановый беспредел, обновляющий скраб для тела. Свежие бразильские бананы и органическая ваниль. Понравился мне очень по текстуре. Она насыщенная. Я думаю, он будет достаточно жестким, так как я люблю. Так, и еще взяла активно, уже сейчас использую. Это увлажняющий крем для рук Five O'Clock Tea. Свежий чай мате и органический пергамот. Очень легкий по консистенции, быстро впитывается, освежает руки, приятный аромат. Так, еще что взяла, это вот такое масло. Love Equal. Биомасло для ног. Увлажнение и смягчение. Содержит масло чайного дерева, масло мяты, лаванды, эвкалипта, органические экстракты гомомелеса и алоэ вера. Выглядит следующим образом. Такой флакончик с пипеткой. Рекомендации по применению следующие. Нужно около 7-8 капель нанести на ножки и разнести. В общем, я его уже один раз попробовала. Классно мне понравилось. Я сначала нанесла это масло, потом где-то минут через 20-30 я нанесла свой обычный ночной крем. С утра встала, пяточки мягкие. В общем, классная штука. Буду использовать дальше. За 109 рублей была акция на вот такой вот скраб. Это лимитированная коллекция чистой линии. Фитосалон. На основе трав и ягод. Правда, не знаю, каких ягод тут не указано. Но, по-моему, пахнет он красной смородиной. Ну да, там смородина. Слышала положительные отзывы о нем на ютубе. И еще я взяла три крема для рук. Во-первых, вот такая, опять же, белоручка. Такую же, которую я брала. Магнит косметик. Правда, в 7 днях она стоила дешевле. Где-то в районе 50 рублей. А магнит косметик в районе 70. Это уже итальянские каникулы с фисташковым маслом, экстрактом мяты и витаминами Е и Ф. Пахнет каким-то сливочным десертом. И еще по 40. 4 рубля просто аттракцион невиданной щедрости. Были бархатные ручки. Во-первых, вот такие с маслом Королевской Органы. Гармония Органы. И линейка Антиэйдж. 10 активных компонентов против старения. Мгновенный лифтинг эффект. Просто никогда на эту линейку не встречала подобных цен. Так, ну и перейду я. А нет, еще в магазине пятерочка. Мне удалось таки купить ограниченную серию от чистой линии. Правда, не всю целиком. Это, во-первых, вот такой бальзам защита. Идеальные волосы. Шелковицы без силиконов. И гель на душу. С розой и семью маслами. И то, и другое в объеме 400 мл. Стоило недорого. Где-то в районе 70 рублей. К сожалению, шампунь мне не достался. Вот я пришла, полки уже были полупустыми. Вот что успела взять, то успела. Сколько потом не заходило, так я больше шампунь и не встретила. Но планирую бальзам использовать с новинками, которые вышли в чистой линии. Это мицеллярные шампуни. Там, по-моему, уже не один он у них в линейке появился. Так, и давайте далее перейдем к покупкам из магазина Ашан. Для дочки я взяла шампунь, мое солнышко, леденцовая свежесть с пшеничными протеинами и депантенолом. Стоило очень дешево, где-то в районе 45 рублей. Аромат приятный. Так, и еще для дочки взяла гель для душа. Это Король Лев. Спелый кокос. Объем здесь большой. 400 мл. Пахнет кокосом просто классно. Здесь у нас идет сладкий кокос. Такой прям сочный, я бы сказала. Для мужа за 56 рублей шла распродажа на Тимотэ. Это Мэн. Интенсивная защита от перхоти. Я так понимаю, он должен быть с ментолом. Также большой объем 400 мл. У меня ничего уже не влазит. За 195 рублей взяла вот такую маску. Это у нас Шварцкопф Эссенс Ультим. Превосходное восстановление с обогащенным омега маслом для поврежденных и истощенных волос. К сожалению, нет у меня такого шампуня и бальзама, чтобы использовать вместе в комплексе, как я люблю. Придется искать, потому что если эти средства идут не по акции, то цены просто шкалят по 380 рублей за шампунь и 380 за бальзам. Там как-то, на мой взгляд, ну очень дорого. Так, извините, этот муж ворвался. Так, дальше покажу масло от Эльсеф. За 304 рубля я его взяла. Так уж вышло, что нигде я не нашла дешевле. А очень мне хотелось его взять. Это экстраординарное масло, совершенствующее 6 масел редких цветов. И наношу обычно перед укладкой на влажные волосы. Продолжим про волосы. Просто я обалдела, когда увидела цену. Всего 67 рублей стоили осветлители от СИОС, которые я обычно покупаю в Ашане, где-то в районе 200 рублей, не меньше. Это осветлитель интенсивный, 12.0. Стойкое осветление на 8 уровней. У них, правда, бывает и побольше, по-моему, на 12, что ли, уровней. Или нет, или я что-то путаю. В общем, это средство мне отлично подходит. Я уже не первый раз его беру. Если я не осветляю волосы в салоне, то беру я всегда именно СИОС и конкретно вот именно такой тон. Я обалдела, когда увидела цену. И, в общем, сколько я могла. Я собирала как бы парами, потому что мне, чтобы осветлить мои корни, требуется не меньше двух таких пачек. И по сериям я, в общем, по два пачки, чтобы были с одинаковыми сериями, всего взяла себе шесть пачек. То есть, на полгода я себе обеспечила осветлителем. И можно в парикмахерскую не ходить, в дом осветляться. Так, дальше, по-моему, про волосы это все. За 40 рублей с копеек я взяла вот такой крем-гель для уставших ног от рецептов бабушки Агафьи. В общем, тут я понапутала. Мне хотелось такой крем-гель, который я наношу, когда ноги устали, от щиколотки до колена. Здесь же, видимо, не является он предназначен, потому что очень жирная у него консистенция. Это скорее для ступней крем, да, вот такой. Поэтому не знаю, буду я использовать или мужу отдам. Дальше взяла питательный крем-баттер для рук, витаминный коктейль с экстрактом белой лилии, маслом ши, нероли и лемонграсса. У меня буквально недавно закончился такой же баттер, только с лавандой. По своим свойствам эти крема мне понравились, поэтому с удовольствием попробую теперь такой. Этот пахнет лимончиком. Дальше. Для рук новинка для меня. Увидела я первый раз. Стоил где-то в районе 60 рублей. Это скраб для рук ромашковое снадобие от гостинцев Агафьи. Содержит цветки ромашки, ромашковое масло с добавлением души к сайталуги. Сейчас я покажу, как он все выглядит. Почему он был зафольгирован. Очень такая плотная у него консистенция. Я думаю, солевая. Пахнет, мне кажется, ромашкой и медом. Как раз у меня подошел консистенция скраб для рук. Так что это прямо сейчас буквально отправится у меня в ванную комнату. Но я взяла не только этот скраб для рук. Еще у нас в Ашане опять завезли органик китчен. Я взяла вот такой еще скраб. Это ежевика и личи. Питательный скраб для рук. Свежая гигантская ежевика и органический розовый личи. У меня вот сейчас закончился скраб флегматичная груша. Я ожидала, что этот скраб будет таким же. Но ничего подобного. Потому что здесь он такой более жидкий какой-то оказался. Не знаю, но будет возможность сравнить. Пахнет какой-то кисленькой ягодой. Ну и еще покажу два средства от органик китчен, которые мне удалось найти в Ашане. Это такой свитер с оленями. Питательный скраб с органическим экстрактом кашемира и органическим голубым льном. Вот такой он розовый, красивый. Скрабирующих частиц здесь мало. И это, скорее всего, мне кажется, будет пилинг, а не скраб. Но аромат просто вообще супер. Мне кажется, это что-то прямо такое из детства. Сладкий такой, чувственный. Классный. Так, и еще взяла вот такую маску, распаривающую для лица, баня для лица 50 градусов. С органическим маслом чайного дерева, маслом ромашки и свежей лавандой. Вот так он выглядит. Какой-то он больше по консистенции скраб напоминает, а не маску. Пахнет приятно. В Ашане эти средства торгать китчин стоили где-то все в районе 60-65 рублей. Так, девочки, я все двигаюсь, и места у меня все меньше и меньше. Надеюсь, войдет все. Так, еще в Ашане за 109 рублей я взяла вот такой скраб от Новосвит. Стоп целлюлит, мармеладный скраб с имбирем и ягодами Годжи для похудения. В общем, решила я сэкономить. Был там, мне кажется, скраб получше. Стоил он рублей на 80 дороже. Этот же всего там 109 рублей, а может даже меньше. В общем, он не зафольгирован. Здесь вот такая заглушка. И он очень-очень жидкий, как мне показалось. Из скрабирующих частиц здесь, как мне кажется, недостаточно, чтобы оказывать какой-то разогревающий эффект массажный. Пахнет как-то, ну, тоже не очень, химозный, какой-то химозный мармелад, в общем. Ну, ничего, я думаю, использую. На крайний случай добавлю туда кофе или соли морской. Так, за 39 рублей, какая-то была тоже акция невиданной щедрости, я взяла вот такое средство от Комплимент. Комплимент – это активный комплекс для волос двойного действия от всех видов перхоти с антирецидивным эффектом, содержит цинк и кетоконазол. В общем, у меня сейчас у сына периодически стали возникать проблемы с перхотью, и я решила на нем вот это средство опробовать. Здесь 8 ампул по 5 мл. Нужно их ежедневно втирать в кожу головы и потом сделать небольшой перерыв и как бы еще раз пройти курс. То есть как раз вот этой коробочке хватает на один курс. Стоило по полной стоимости оно раньше где-то 110-120 рублей, а вот по акции в Ашане вышло всего за 39. Буквально вот только что сняла пустые баночки и показывала там вот такое средство от Лактоцит. Это Лактоцит Герл для девочек с 3 лет. Так что вот я очередной флакон в Ашане прикупила. Стоила она там 201 рубль. Так, и буквально недавно в Ашане проходила такая выставка продажи косметических средств и появились новинки в линейке, которую продают исключительно в Ашане и производят, как я понимаю, для Ашана. Это фирма Косме. Значит, не смогла пройти мимо трех новинок. Это, во-первых, вот такой гель для бритья с алоем. Стоил он 160 рублей, по-моему. Объем здесь 200 миллилитров. Пока не пробовала, не знаю, что он себе представляет. Следующее я взяла мыло. Вот это у меня. Это мыло для рук в объеме 300 миллилитров с горьким миндалем. Вот действительно открыла его, понюхала. Пахнет миндалем и никакой сладости. Такой горький миндаль. Не знаю, понравится мне или нет, как оно будет себя вести при контакте с водой. Раньше до этого я у Косме такого мыло не видела. Так, и последнее, что взяла от этой фирмы. Такой эксперимент, скажем. Это Косме Мэн. И это тоник для волос. Что здесь обещают нам? Это укрепление волос, тонизирующие, с провитамином В5, стимулирует кровообращение против перхоти и подходит для седых волос. В общем, решила я это средство использовать на мужа, потому что у него сейчас стали более активно волосы выпадать. Это такая двухфаска, здесь можно видеть нижняя, такого красивого голубого морского цвета, верхняя маслянистая, такая темно-зеленая. Перед употреблением нужно взбалтывать и втирать массажными движениями волосы и в кожу головы. Аромат приятный. Кто знает косметику фирмы Ифраше, у них есть такая линейка Вербена. Вот именно Вербеной это средство пахнет. Ну или по-другому, как цедра и сок лайма. В общем, мне понравилось. Два раза я уже на мужа его опробовала. В принципе, ему тоже понравилось. Как там в дальнейшем, какой будет эффект, расскажу в пустых баночках. Так, еще я подвинулась, чтобы хоть как-то вместить оставшиеся. Последнее, что хочу показать, это мой заказик в компании Ифраше. Взяла я себе два мула. Во-первых, из лимитированной зимней коллекции. Это у нас снежная ваниль. Вот как-то, знаете, в этом году не впечатлил меня. Девчонки хвалят. Но то ли я избалована уже. Мне что-то такое подавай, типа клюквы или с апельсином. В общем, ваниль уже была. Ягоды тоже были. Мне вот было как-то скучно и не захотела я себе брать ни гель для душа, ни молочко для тела. Взяла жидкое мыло и крем для рук. Так, а второе жидкое мыло, которое покажу, которое взяла, это мандарин и кедр. Вот этот аромат меня очень зацепил. Мне очень понравился и гель для душа, и крем для рук, и жидкое мыло. Ну, так, ну, соответственно, крем для рук из лимитированной коллекции, снежная ваниль. Еще взяла себе вот такую малышку. Это олива и пятигрен. Это у меня сумочный вариант будет. Так, и основной продукт, из-за которого делала заказ, это вот такая туалетная водичка. Несколько нот любви. В объеме 75 мл. Это был такой лимитированный вычиск. Очень интересный у него флакон. Сейчас покажу. Так красиво он выглядит. Вообще супер. Прям люксовый такой. Значит, что здесь про ноты? Это черная смородина, дамасская роза, кедр и абсолют семян амбретты. Амбретты с мускусными нотами. В общем, я чувствую здесь розу. Очень нежную, очень красивую розу. Меня это очень порадовало. Не совсем она похожа на классическую парфюмированную воду. Несколько нот любви. В общем, это отличается. Она немного легче и, мне кажется, нежнее. Стоила она полторы тысячи, но там было предложение минус 500 рублей на скидка на всю корзину. Поэтому вышла очень и очень бюджетно, как мне кажется. Так, и было еще два подарка, которые покажу. Во-первых, вот такое вот масло для душа олива и пятигрен в объеме 200 миллилитров. Масла для душа у меня еще не было от Эфраше. Так что с удовольствием попробую. И второй подарок, который идет, по-моему, от 2000 рублей или 1900 рублей заказ. Это такой эликсир. Эссенция двойного действия для молодости кожи. Восстановление плюс защиты от негативных факторов окружающей среды. Ну, что-то вроде сыворотки, как я понимаю. Выглядело оно вот таким вот образом, с пипеткой. Не знаю, пока еще не пробовала, что она из себя представляет, как ее использовать. Я так предполагаю, что как сыворотку. По крайней мере, на это надеюсь, потому что у меня сейчас сыворотки от Эфраше закончились. Ну, вот, собственно, наверное, и все. Вот такие были мои покупки. В основном это все, что я купила в январе месяце и первой половине февраля. Теперь я ухожу на косметическую диету. Все. Нам нужно теперь копить деньги на мебель. Поэтому буду по максимуму себя ограничивать. И, ну, разве что продолжу заказы в Эйвен. И то, наверное, по самому-самому минимуму. Все, девчонки, спасибо, кто посмотрел. Спасибо, кто был со мной. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok